МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Евгения Фахурдинова в этом выпуске. Русский мир готовится к празднованию Великой Победы. Президент объявил о проведении авиапарада в Москве. Главный храм Вооруженных сил России готовится к открытию. А теперь более подробно об этих и других новостях. Весь мир готовится к празднованию Дня Великой Победы. 75 лет назад наши солдаты совершили подвиг, победив фашизм. В этом году большую часть масштабных празднований из-за эпидемии коронавируса пришлось перевести в онлайн-формат. Но, несмотря на препятствия, главное, что мы помним их подвиг. И память о героях живет в наших сердцах. О том, как русский мир готовится к празднику, в следующем сюжете. 17-летнюю Анастасию Грац многие наши телезрители знают как победителя третьего телевизионного конкурса «Корреспондент русского мира». Она совместно с Русско-немецким культурным центром города Нюрнберга подготовила целый онлайн-концерт, приуроченный к 75-летию в Великой Отечественной войне. Учащиеся центры и преподаватели поздравили всех с праздником. Русский центр города Нюрнберга поздравляет всех с 9 мая! Спасибо за победу! Никто не забыт, ничто не забыто! Вечная слава героям! Испели любимые всеми песни – Катюшу, Смуглянку, День Победы. В то время как в Аргентине русский центр совместно с русским домом города Мардельплата оцифровал статьи журнала «Звено», который издавался нашими соотечественниками с 1945 по 1947 годы. В этих материалах хорошо видна деятельность диаспоры в Аргентине по отношению к событиям в Великой Отечественной войне. В 1944 году была создана Организация русского центра помощи Родине – журнал «Звено», газета «Наш голос». Все это способствовало сплочению славянской диаспоры и позже появлению клубов соотечественников в пригородах Буэнос-Айрес. Уникальные документы можно будет увидеть на странице социальной сети русского центра в Аргентине. А также, несмотря на карантин, наши соотечественники в Южной Америке активно принимают участие в виртуальной акции «Бессмертный полк дома». К Аргентине мы еще вернемся. А пока давайте отправимся в Сирию, где, к сожалению, слово «война» произносят не в прошлом времени, а в настоящем. Но, несмотря на все тягды, которые переживает сейчас сирийский народ, он поет песни, причем на русском языке. Все эти ребята стали участниками международного музыкального марафона «Песни Великой Победы». И согласитесь, из их уст эти композиции звучат совершенно иначе. А сейчас предлагаю посетить русский центр Национального автономного университета «Никарагуа», где проходят шахматные турниры, посвященные победе в боях за Сталинград и Ленинград, а также памяти неизвестных солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся центра смогут более подробно узнать о том страшном времени благодаря фотовыставке и просмотру фильмов о войне. В этом году в городе Герои Минске стартовала акция памяти, цель которой – борьба с фальсификацией истории. Наш Международный педагогический клуб взял на себя миссию собрать землю со святых мест, мест, где захоронены герои Великой Отечественной войны. Стартовал наш проект в городе Герои Севастополя. Можно было Сапунгору, можно было Малахов круга, но больше всего на сегодня меня впечатлило состояние мемориального комплекса, который создан севастопольцами, частным, кстати, образом, 35-я береговая батарея. Участники акции отправились также в следующие города – Керчь, Одесса, Киев и другие. Как отмечают организаторы мероприятия, больше всего поразило то, что с каких бы святых мест, где 75 лет назад шла война против фашизма, не была взята земля, почти в каждой горстке ее можно было найти обломок оружия, танка, самолета и других следов боя. Земля со всех святых мест к 9 мая будет доставлена в Минск. Эстафету памяти подхватили и в Австралии, где в юбилейный год 75-летия Великой Победы Ассоциация «Рустолк» создала цикл передач «Великая Отечественная война глазами младежи русского зарубежья». Ребята из Австралии расскажут о хронике и ключевых моментах войны, которые привели наш народ к победе. Мы – наследники победы. Победа дедов и прадедов – наша победа. Вечная слава героям. Мы помним. Мы гордимся. Передачи выйдут в эфир на австралийском телевидении с английскими субтитрами. А теперь давайте снова вернемся в Аргентину, где накануне 9 мая руководитель русского центра университета Буэнос-Айрос Сильвия Ермолюк взяла интервью у кинорежиссера и директора киноконцерна «Мосфильм» Карены Шахназарова. Он рассказал о своем режиме самоизоляции и поделился воспоминаниями отца фронтовика. – Была зима, была зима, и они вырыли землянку. Он офицер был, группа офицеров. Надо было чем-то ее накрыть сверху, эту землянку. Нашли вроде какие-то бревна в этом, такие все во льду. Так, они поняли какие-то куски льда, и в них вроде бревна. Они положили на потолок, сделали в этой землянке, значит, сложили ее туда. Туда все залезли, страшно устали, заснули. И потом папа рассказал, говорит, я проснулся от какого-то такого запаха. И вдруг я смотрю, и с потолка руки, ноги показались, падали просто. Еще одну акцию запустили коллеги из русского центра в Аргентине. Воспоминания детей войны. Буквально по крупицам они собирали информацию о тех, кого застала война в самом раннем возрасте. На этих кадрах вы видите Марию Степану Калар, которой в этом году исполнилось 89 лет. Она с невероятной теплотой рассказывает о письмах, которые присылал домой отец-фронтовик. Письма приходили, написанные на тоненькой серой бумажке, свернутые треугольничком. Письма писали с простым карандашом. Адрис писался чернильным карандашом. Мы каждому письму были рады. И это лишь малая часть тех акций, марафонов, флешмобов, которые готовят к 75-летию Великой Победы наши соотечественники, посетители русских центров по всему миру. В очередной раз это подтверждает, что никто не забыт и ничто не забыто. Любовь Курьянова. Специально для телеканала «Русский мир». Президент объявил о проведении авиапарада в Москве 9 мая. Кроме того, вечером во многих городах страны состоятся праздничные салюты. По словам Владимира Путина, в парадном строю в небе пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. Президент также подчеркнул, что все запланированные ранее мероприятия в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Парад Победы в Москве и акция «Бессмертный полк» пройдут позже при разрешении ситуации с коронавирусом. Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне для наших ветеранов. В честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты на центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда. Главный храм Вооруженных сил России готовится к открытию. Третий по величине собор в стране построили в Подмосковном парке «Патриот». Главный храм Вооруженных сил России возводится в Подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитаны символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов. Хотелось бы, чтобы мы действительно сделали этот храм таким народным и главным храмом вооруженных сил. В храме много действительно уникального. Отделка из керамики с гжельской росписью. Иконостас создан в той же технике, что и старинные походные воинские иконы. Купол храма представляет собой шлем святого благоверного князя Александра Невского с изображением на нем архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Своды собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. В Грузии Международно-культурно-просвидетельский союз «Русский клуб» выпустил книгу о Великой Отечественной войне. Из Грузии, в которой в 1941-м было 3,5 миллиона населения, на фронт ушел каждый пятый ее житель, то есть 700 тысяч мужчин и женщин. И почти каждый второй из них пал в боях или скончался от ран в госпиталях. Каждую юбилейную дату победы над германским нацизмом Международный культурно-просвидетельский союз «Русский клуб» встречает новой, связанной с ней книгой. В этом году 75-летию Великой Победы посвящена книга «За мной Тбилиси мой стоял». Она о вкладе, внесенном Грузии в Великую Отечественную войну. Автор книги – заместитель главного редактора журнала «Русский клуб» Владимир Головин. В непростых условиях карантина самое главное – принимать участие в творческих конкурсах. Независимая премия «Глаголица» приглашает детей от 10 до 17 лет заявить о своих литературных способностях и получить шанс на признание. Благотворительный фонд «Счастливые истории» с 2014 года проводит независимую литературную премию «Глаголица». В конкурсе за все это время приняли участие дети из 12 зарубежных стран и 67 городов России – от Петрозаводска до Якутска. В этом году оценивать работы юных авторов будут известные писатели – Виктор Лунин, Михаил Яснов, Анна Рус, Сергей Мохотин и другие. Почетным гостем сезона станет популярная американская писательница Али Бенджамин. Участие в проекте бесплатное. Конкурс организован в несколько этапов. Первый из них проходит онлайн и уже стартовал. Юному автору нужно написать рассказ или стихотворение на призвольную тему, затем зарегистрироваться на сайте и разместить свое произведение в личном кабинете. Решающий этап – очные мастер-классы членов жюри, которые будут приведены для 100 авторов лучших работ в формате литературной смены в ноябре этого года в городе Казани. Победители получат не только путевку на литературную смену с мастер-классами членов жюри, но и альманахи с лучшими произведениями сезона, электронные планшеты и наборы книг. А также организаторы подготовили шесть статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при. Литературная премия «Клаголица» позволит талантливым школьникам заняться любимым делом и выйти за рамки ограниченного пространства, обогатившись новым опытом. Телерадиокомпания «Русский мир» также поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мы подготовили специальную праздничную программу. В передаче «Музеймания» вы можете посмотреть нашу виртуальную экскурсию по залам Музея Победы. Послушать героические и проникновенные истории с фронта можно в проекте «Фронтовые письма о любви». А также вспомнить великие военные песни, посмотрев наш праздничный концерт «Песни Победы», который состоится 9 мая в 18.00. В нем принимают участие не только народные и заслуженные артисты России, но и все, кто стал участником марафона «Песни Великой Победы». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что несмотря на режим самоизоляции, вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Вы сами можете создать летопись этого необычного периода жизни, например, сняв ролик о том, как проходит ваша жизнь в условиях карантина. Каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskiymir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». С праздником вас! Всего самого доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова